Музыка Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня с вами поделюсь рецептом сырников. Этот рецепт из книги о вкусной и здоровой пище. Но я сделала маленькое отклонение. Я уменьшила количество картофеля. Нужно было взять 800 граммов, я взяла 500. То есть творог и картофель я беру в одинаковом количестве. Перед вами все продукты, которые понадобятся. Ещё нужна будет мука. Итак, картофель я очистила, сварила его в подсоленной воде до полной готовности. Теперь картофель нужно помять, то есть сделать из него пюре. А творог перетереть через сито. Когда я выбираю творог для сырников, я не покупаю самый мягкий, самый жирный. Я беру такой творожок немножечко поплотнее. Для сырников это будет лучше, потому что количество муки, которое вам понадобится для теста, зависит от влажности вашего творога. Значит, творожок лучше выбрать поплотнее. Я воспользуюсь вот таким вот прессом. Через него пропущу и картофель, и творог. А вы можете всё это сделать удобным для вас способом. Очень удобно пользоваться таким прессом. Если у вас есть возможность, то, конечно, купите его себе. Добавляю сюда 3 столовые ложки сахара, 1 яйцо, яйцо взяла среднее, немножко соли, и пачку ванильного сахара. Теперь всё это хорошо нужно вымешать до однородной массы. Вот сейчас можно попробовать на сладость. Если вам сахара покажется мало, значит, добавьте его по своему вкусу. Сюда можно добавить изюм, а можно сырники сделать солёные. Добавив ещё какую-нибудь зелень. Это уже по вашему предпочтению. Всё, осталось добавить сюда муку. Муки очень много не нужно. Добавляйте муку и смотрите на консистенцию теста. Я пока добавляю 2 столовые ложки. Ложки набираю с горочкой. И опять всё перемешиваем. Видите, масса, она уже сама по себе плотная. С картофелем творог не становится такой жидкий. От яйца и от сахара. Так что муки много не нужно. Всё перемешиваю до однородности. И, наверное, будет достаточно. Теперь это тесто нужно поделить на одинаковые порции. Видите, какое оно удобное для работы. Оно не прилипает к рукам, но оно мягкое. Можно сказать, даже такое вот пышное. Вот теперь, когда я сделала жгутик, я его немножечко подпылю мукой. И разрежу ножом на сырнички. И здесь уже разрезайте на такие порции, какие сырники вы хотите. Поменьше или побольше. Теперь из этих заготовок очень легко сделать вот такие вот круглые, ровные сырнички. Не нужно их делать очень тонкими. Где-то толщина 1 сантиметр. Вот так вот. Быстро, удобно. Смотрите, какие они получаются аккуратные. Кстати, также можно приготовить начинку и для вареников. Только без муки. А взять творог, картофель, добавить сахар или соль, какую начинку вы хотите. Получается очень вкусно. Вареники с таким творожком. Жарить сырники нужно на небольшом количестве масла. Особенно, если у вас сковородка с покрытием. Теперь, стряхивая лишнюю муку, выкладываю их на сковородку. Смотрите, какие они получаются аккуратненькие. Красивые, маленькие. И, что самое главное, тесто не плывёт. Сырник сохраняет свою форму. Снимаю я их на блюдо с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Если вы вдруг по первой сковородке заметили, что у вас сырнички немножко расплываются, не расстраивайтесь, просто добавьте в тесто немножечко муки. И вы всё исправите. Разный бывает творожок. По-разному он себя ведёт в тесте. Сырники готовы. Вот столько их получилось из этой порции. Такие они получаются маленькие, аккуратные, аппетитные и, конечно же, вкусные. Попробуйте, приготовьте по этому рецепту. Я уверена, вам и вашей семье сырники понравятся. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам нравятся мои рецепты. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok